Хэшки, ребятки, с вами Лект, продолжаем играть с Лизерио, и в данный момент я выбрал для себя другой скин, а это скин Пьюдипая. Хорошо, поехали, ребят, значит. Буду надеяться, что будет всё отлично, и Пьюдипаевский скин мне принесёт удачи. И так же, как у него количество подписчиков, а именно, около 50 миллионов подписчиков, у меня будет столько же очков. Представляете, да, 50 миллионов очков? На самом деле, 50 миллионов подписчиков звучит намного жёстче. То есть, как вот можно набрать такое количество очков, да, вот, с одной стороны? Это же просто 50 миллионов человек, вы представляете это? Так, Рак, осторожней. 50 миллионов человек, это просто жесть. Притом, очень много людей как раз таки смотрят его, из этих 50 миллионов. Не, ну вы серьёзно, он час! Просто я начал разворачиваться где-то вот здесь вот, и он только здесь начал, и приступил к развороту. Это что за адекватное вообще поведение червя или нет? И вот, к чему я веду. Просто 50 миллионов человек на него подписалось. Я не знаю. По-любому на него подписываются много русских, ну вообще много иностранцев, потому что он как бы является блогером, ютубером именно англоязычным, хоть он и швед. Вы представляете, да? Как бы, по сути, человек из Швеции взял, выучил английский язык и начал записывать видео именно на английском. Молодец, молодец, просто. И благодаря этому он понял, на самом деле, то, что нужно записывать на английском. Потому что как раз таки английский язык смотрят больше всего. То есть, кто, где учат английский язык? Верно. Во всем, черт возьми, мире. Так что вот такие вот дела. Он правильно сделал то, что начал именно на английском, а не на шведском. Потому что на шведском бы у него ничего не вышло. Даже если бы его много людей смотрело в Швеции, в любом случае, во всем мире все равно шведские очень мало людей знают. Не, ну это вообще нереально! Да как так-то? Он очень медленно разворачивается, ребят. Вот я дискутирую-дискутирую насчет всяких тем, насчет PewDiePie и прочего. Но эта игра меня уже начинает задалбливать. Потому что очень сильно лагает. Настя Винчестер, рад тебя видеть. Спасибо, что ты здесь, спасибо, что играешь. Я все еще играю, как ни странно. Уже на протяжении часа я записываю. Если вы не поняли, то я в один день записываю несколько видео. И потом они выходят периодически, каждый день. Так, ну что? Настя Винчестер, молодец. Успела прийти. Офигеть. Я все-таки победил говнюка. Еще одного говнюка победил. Так, хорошо. Ну я получил вообще всего ничего. Вроде бы таких огромных червей, да, победил? По сравнению со мной. Жека Микс играет, серьезно? Нифига себе. Я мог его убить, если бы не лагало. Просто чувствуется, чувствуется, что лагает. И я, у меня нет уверенности в том, что я смогу его спокойно победить. Мне больше кажется, что я сдохну быстрее, чем убью его. Так. Молодец. Смотрите, этот зеленый. Творит добро. Так, хорошо. Здесь немножко эссенции возьмем. Возьмем в плен этого говнюка. Смотрите, он... Ну, раза в два, наверное, больше меня точно. У него точно больше тысячи очков. Блин, здесь эссенции появились. Но я не буду их брать. Я лучше добью этого парня. Извини, дружище. Но мне нужны были твои очки. Так. Фух. Я пока что жив. Жека Мик, кстати, крутой чувак. Тоже ютубер, если вы не в курсе. Я думаю, что вы в курсе. Тоже снимает подобного типа игры, как и я. Но он снимал с Лизерио, Дайпио, Танки и еще что-то. Ну, в общем, нормальный чувак. Если вы хотите, можете посмотреть его канал и подписаться на него. Вот такая вот странная реклама получилась. Но действительно, ребят, если... Если человек делает годное что-то, годный контент, почему бы на него не подписаться? Ну, или, по крайней мере, я всегда рад поделиться с вами видео, которые мне понравились. Такие вот дела. Если мне понравится что-нибудь видео, какому-нибудь начинающего блогера, я, скорее всего, его вкину в группу. То есть, даже если... Просто, наверное, многие думают, что я вкидываю в группу чуваков, которые типа, купили у меня рекламу или еще что-нибудь. Но рекламу, ребят, я не продаю, если вы не в курсе. И я не продаю рекламу, в общем. Можете меня не спрашивать, сколько стоит реклама и прочее. И вот к чему я веду. Если мне понравилось видео, я обязательно с вами ими поделюсь. И, возможно, вот этот чувак, который сделал это видео, получит определенное количество подписчиков. Ну, то есть, может быть, кто-то из вас захочет его смотреть, подписаться на него. Такие вот дела. Воу, 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 серьезно? Я опять от этого чувака просто ничего не взял. Это, в принципе, всегда так. Третье... Нет, четвертое место. Странно, что я вроде бы не так много очков-то набрал. 14 тысяч. И в данный момент я уже... Уже, черт возьми, на четвертом месте. Хотелось бы, конечно, повыше бы. Первое, второе, третье. Но! Не судьба, видимо. Пока что не судьба. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, забыл поздороваться с вами А именно, я имею ввиду Назвать тех трех человек, которые репостную запись А это Думан Сагадиев Иван Павчук И также Александр Капков Или Капков Спасибо вам, что репостали Извините то, что я не в начале серии сказал, а в конце Но в любом случае, спасибо вам за репосты Я очень рад, что вы делаете это для меня Потому что это мне очень сильно помогает А с вами был Лекс Подписывайтесь на канал, ставим лайки, пишем комментарии Не забываем подписаться в паблик-контакте Ссылки есть в описании и в шапке канала Не забываем все это делать И я вам просто буду неимоверно благодарен Потому что я вам уже благодарен Я вас обожаю, всех подписчиков Соклановцев и всех остальных И если вы делаете эти действия Я просто еще больше ваше обожаю Обожание Предел обожания просто нет Нет предела С вами был Лекс Всем добра